Система выборов в парламент Республики Казахстан Назарбаеву в течение 30 лет, которая позволяла ему подтасовывать результаты выборов, вновь была применена на последних выборах парламента Республики Казахстан. И эта схема, этот принцип пропорциональности является порочным для регионов. Почему? Потому что списки составляет сам президент. И в конечном итоге это не значит, кто первый записан в списке. Могут поставить ИСО, то он номер один по списку, и он будет депутатом мажориса парламента Республики Казахстан. Эти депутаты не представляют никакие регионы практически. Списк составлен не учитывая интересы регионов. Нет связи депутатов с конкретным регионом. Необходимо, если проводить выборы по пропорциональной системе, то проводить необходимо не по одному общенациональному округу, а проводить по всем 20 субъектам Республики Казахстан, то есть 17 областей и 3 города республиканского значения. И каждый субъект будет являться округом по выборам в парламент. Тогда будут задействованы все лица, проживающие в этом округе, в этой области, и борьба будет вестись между людьми, которые представляют интересы именно этого региона. Тогда это будет отвечать требованиям нашего многострадального Казахстана. Второй момент, который является тоже, я бы сказал, антинародным. Если применяется уже пропорциональная схема по выборам парламента, то по одномандатным округам эти партии, которые допущены по борьбе за депутатские мандаты по партийным спискам, не должны выдвигать себя по одномандатным округам. Это была просто уловка Тукаева, и он практически обманул весь народ Казахстана. В дальнейшем я скажу об этом, когда так получилось. Если уже дальше посмотреть выборы по одномандатным округам, то нигде в мире такого нет, чтобы человек, набравший 3-4, максимум 5% голосов, объявлялся победителем по данному округу и получал мандат депутата. Если уж проводить по одномандатным округам, то обязательно нужно проводить в два этапа. Во второй этап, если кто не смог победить в первом туре, выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. А у нас по окончании этих выборов просто смешная ситуация по одномандатным округам. Это ни в какие ворота не идет. Я хочу привести пример Швейцарии, которые избирают Совет Кантонов. Это равнозначная структура по законодательной ветви власти. Они избираются по мажоритарной системе и обязательно в два этапа идет процесс голосования. Я думаю, что пытались взять что-то, которое приемливо сегодня или применимо для Казахстана, которое продвинул президент Тукаев. Но все взяли самое худшее, а все лучшее осталось за пределами системы, которую применили в Казахстане. Ну вот и отшумел практически шелест в брасовых бюллетеней, в урны для тайного, в кавычках, голосования в божилист Республики Казахстан. Думаю, что индустрия фальсификации результатов выборов во время проведения голосования, подсчета голосов 19 марта 2023 года никогда еще не имела таких масштабов, хотя история парламентаризма в Казахстане имеет такой случай, когда Султан Назарбаев в 2007 году сделал однопартийный парламент, за что потом он подвергся критике со стороны мирового сообщества. И вот, как мы видим, в этом году, вот буквально несколько дней тому назад, была сделана мощнейшая фальсификация, а какими уловками пользовались креативные, в кавычках, так сказать, руководители избирательных комиссий и члены этих комиссий, просто диву даешься. Ну, вы, наверное, все или многие видели, на одном из избирательных участков, а это сплошь и рядом могло быть притворено в жизнь, при вываливании бюллетеней на стол, не случайно, а нарочно уронили бюллетени на пол, и когда стали собирать бюллетени, видеокамера наблюдателя зафиксировала, как из стола выбрасывались на пол бюллетени, заготовленные заранее в пользу того или иного кандидата. Вот это и есть то, что понятием «новый Казахстан», который успешно применяет те же самые политические технологии, которые применялись в время правления Руслутана Назарбаева. Это просто позор. Вот почему я призывал ввести уголовную ответственность за фальсификацию выборов. В этот раз, конечно, впервые применилась практика, когда были пойманы за руку лица, которые производили вбросы бюллетеней, то принималось решение об отстранении от работы и руководстве избирательной комиссии, если попался председатель комиссии, или член комиссии приостанавливал свою деятельность в этой комиссии. Но это тоже является противозаконным. Куда смотрит прокуратура? Если мы видим, что есть фальсификация на данном участке или округе, то необходимо признать недействительным выборы по этому округу или по этому участку, назначить новые голосования. А у нас взяли, отстранив председателя комиссии или члена комиссии от дальнейшей работы в комиссии, и тем самым косвенно власть согласилась с тем, что была фальсификация, но в соответствии с законом дальше никто не поступил. Скоротечные выборы, я почему говорю скоротечные, всего один месяц сдавался на подготовку, а за этот месяц еще несколько раз кого-то отстраняли, кого-то опять допускали к выборам, и самодвиженцы не смогли подготовиться как следует, ходили доказывали правоту свою. Отсутствие второго этапа выборов по одномандатным округам, власти убили доверие и подорвали в избирателях веру в справедливость, которая была похоронена во время объявления результатами голосования председателя ЦИК. Я думаю, что это созвучно. ЦИРК, ЦИК – это одно и то же. Почему? Потому что результаты проведенного подсчета голосов в 2023 году вообще ошеломили всех. Аманат набрал 53,9%, АУЛ – 10,9%, Республика – 8,59%, АКЖОЛ – 8,41%, Народная партия – 6,8%. Наверное, высказывание Назарбаевского Соловья, когда он сказал, что я никогда не отрекусь от Назарбаева, позволило Токаеву сомниться в его, так сказать, искренности по отношению к нынешней власти, и поэтому он оказался на предпоследнем месте. И уж вообще никуда, ни в одни ворота не идет по одномандатным округам. Показатели перед мировым сообществом, что у нас самовыдвиженцы выдвинулись. Вы помните, какая шумиха была? А, 29 округов, 22 депутатских мандата взяла тоже партия Аманат. Если посмотреть дальше, из оставшихся семи одномандатных округов, три одномандатных округа выиграли якобы самовыдвиженцы в городе Алма-Аты. Два одномандатных округа якобы выиграли самовыдвиженцы по Алма-Атинской области. Один самовыдвиженец прошел по городу Астана, и только один самовыдвиженец Куспан Абзал представляет Западно-Казахстанскую область. Как мы видим, все партии, ну, кроме, наверное, ОДСП, которая набрала 5,2% и плюс самовыдвиженцы с учетом того, что партия Аманат в округах победила, 22 из 29, это просто, это смешно вот доходит, и мы видим, что все эти кандидаты, или уже теперь депутаты, они представляют интересы власти Республики Казахстан. То есть, по отношению к тому, что партия Аманат имела до этого, в этой ситуации партия Аманат или власть Республики Казахстан имеет почти 95% своих подвижников в парламенте Мажелиси Республики Казахстан. Теперь я бы хотел несколько коснуться вопроса, связанного с количеством состава депутатского корпуса. Республики Казахстан. Всем теперь становится ясно и понятно, что то количество депутатов, которое сегодня имеется в Мажелисе, это 98 депутатов, и в Сенате 50 депутатов, явно недостаточно для того, чтобы можно было работать и представлять интересы всех регионов Республики Казахстан. Ну, я хочу сказать, ну, пример привести такой, Франция. Почему берем Францию? Потому что наши теористы, когда писали Конституцию Республики Казахстан, практически скопировались с Конституции Франции. Так вот, в этой стране, в законодательном органе работает 925 человек депутатов. Ну, вы можете мне сказать, что и население там больше, чем у нас. Да, я согласен. В три раза население больше, чем в Казахстане. Ну, 925 разделите на три, даже уже тут, получается, 308 депутатов должно быть в нашем законодательном органе, если мы двигаемся к тому мировому сообществу, современному мировому сообществу. То есть, в два раза больше должно быть депутатов, чем сейчас у нас есть. Ну, в другой пример, как бы в контр, там население больше, чем у нас. Швейцарская конфедерация, население 9 миллионов человек. В Верховном Совете, будем так говорить, находится или трудится 200 депутатов парламента. Плюс 46 депутатов в Совете кантонов. Ну, если 200 депутатов, 9 миллионов, если отнести эти 200 депутатов к нашим 20 миллионам, я посчитал, получается, должно работать в нашем мажорисе парламенте 444 депутатов. Конечно, руководство Казахстана гораздо проще управлять парламентом, который стоит там из 98 депутатов, чем те же 300 депутатов или 400 депутатов. Я хочу сейчас сказать еще о том, что у мажоритарной системы есть свои преимущества, они очень очевидны. первое, она универсальна, по мажоритарной системе можно выбирать как президента, мэра, губернатора, так и органы, соответствующие, парламент и так далее. В данной ситуации каждый кандидат борется с таким же кандидатом, как и он. Уже никто не смотрит, какой партии он принадлежит. И, естественно, люди оценивают по его деловым качествам. И я думаю, что в данный момент избиратели могут выбрать для себя кандидата в депутаты, который будет представлять интересы ихнего округа. Мажоритарная система позволяет небольшим партиям, беспартийным кандидатам реально участвовать в выборах и побеждать. Это весь мир уже доказал. Мандат, выданный конкретному кандидату, делает его более независим от партийной системы. и источником власти становятся уже избиратели, а не партийная структура. Так почему же мы должны похоронить эту мажоритарную систему в угоду Назарбаеву Тукаеву прошедшие выборы в парламент и особенные итоги голосования 19 марта 2023 года это позор для Казахстана. Электорат как всегда вновь оказался в стороне от событий, которые провернул Тукаев. Я не стесняюсь говорю, провернул Тукаев только для себя. И что меня особенно покоробило то, что Тукаев назначил встречу с журналистами, в 8 часов утра, сам приехал потихаря в 7 часов утра поголосовал и там были только представители государственных средств массовой информации. Чего боится Тукаев? Ему наверное посоветовали не выходить на такие экспромты и уходить от этих вопросов в отличие от Назарбаева который пришел показался да он тяжело вставлял эти бюллетени в отверстие урны ну я думаю что в этот момент конечно его подкачали соответствующими медицинскими препаратами чтобы он прекрасно выглядел ну и тоже ушел и от Иисуса Абишевича и от Христоса ушел и никому не дал возможности задать ни одного вопроса дорогие мои друзья я прошу вас ставить лайки подписываться на мой канал кто еще не подписался в следующем своем выступлении я конкретно расскажу об избирательной системе Швейцарии потому что сейчас идет предвыборный процесс 2 апреля будет проведено голосование по выборам парламента законодательного органа Швейцарии я вам подробно расскажу как эта ситуация проходит в Швейцарии одном из передовых стран Европы к чему нужно стремиться до новой встречи до свидания швейцарии приятно что это притягивая что это по притягивая